ПСЖ назвал условия для приобретения Маркуса Рэшфорда. Хулин Лапитеги может заменить Стефано Пиоли в Милане. В Наполе назревает перестановка. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Испанский специалист Хулин Лапитеги вошел в шорт-лист итальянского Милана, сообщает журналист Матео Моретто у себя в Твиттере. По его информации, руководство Рассанери в конце сезона планирует встретиться с нынешним главным тренером клуба Стефано Пиоли, чтобы обсудить его будущее. Кроме Лапитеги, в шорт-лист миланцев входят еще два специалиста, однако их имена неизвестны. Руководство ПСЖ заинтересовано в покупке Маркуса Рэшфорда, однако предпримет попытки по реализации его трансфера только в том случае, если игрок четко обозначит обоим клубам, что он хочет присоединиться к французскому гранду. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс у себя в соцсетях. По информации источника, боссы ПСЖ хотят, чтобы Рэшфорд заранее уведомил руководство МЮ о том, что он готов покинуть клуб. Французский Грант не хочет быть рычагом давления Рэшфорда на красных дьяволов, благодаря которому он мог бы получить новый контракт на улучшенных условиях. Действующий контракт Маркуса рассчитан до лета 28-го года. Форвард Наполи Виктор Асимхен не совсем здоров. Об этом поведал тренер клуба Вальтер Мадзари. Итальянцы могут сыграть матч Алчез Барселоны без ключевого футболиста. Команда может лишь надеяться, что Виктор будет в хорошей готовности, но его появление точно под вопросом. Как говорят медики и сам Асимхен, он явно не готов. Он испытывает дискомфорт в области мышц. После окончания Кубка Африканских наций будет глупо поддавать его риску. В противном случае он может вылететь еще на пару-тройку месяцев. Он получит нагрузку на тренировки в воскресенье, и мы можем лишь надеяться, что к игре с Барселоной Виктор будет в готовности, сказал Мадзари. Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич крайне недоволен своим положением в команде. Об этом сообщает Релева. По информации источника, хорватский футболист разочарован отношением Реала к себе, поскольку обещания, данные ему перед пролонгацией трудового соглашения в 2023 году, не выполняются. В соответствии с договоренностями, Модрич должен выходить на поле при условии, если он не травмирован. Подчеркивается, что Модрич считает, что он получает меньше игрового времени в нынешнем сезоне не из-за своей игровой формы, а из-за ставки сливочных на молодых футболистов. Он не будет продлевать контракт с клубом, если ситуация не изменится. Игрок рассчитывал, что он завершит карьеру в Реале на высокой ноте, однако на текущий момент его ожидания не оправдываются. Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Давид Дехея, с лета 2023 года являющийся свободным агентом, высказал твердое намерение продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает The Sun. По их информации, голкипер не будет рассматривать предложения, поступающие из других чемпионатов, включая английскую премьер-лигу и саудовскую пролигу. Ранее в СМИ была информация о том, что Дехея близок к заключению трудового соглашения с английским Дьюкаслом. Также появлялись сведения, что саудовский Аль-Шабаб заинтересован в услугах испанского голкипера. На данный момент его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро. Руководство Наполи приняло решение, что уволит главного тренера клуба Вальтера Мацари, в случае, если его команда плохо проявит себя в грядущем домашнем матче 1-8 финала Лиги Чемпионов против Барселоны, который состоится 21 февраля. Об этом сообщает Футбол Италия со ссылкой на Лигазета Делла Спорт. По их информации, в случае увольнения Мацари, с наибольшей вероятностью его сменит бывший тренер Милана Исамдори, Марко Джампауло. Действующее трудовое соглашение Мацари с Неаполитанским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. На данный момент, после 24 туров итальянской серии А, Наполи набрал 36 очков и занимает 10 место. А по информации инсайдера Матео Моретто, Мацари могут уволить еще до игры с каталонцами. Сменить его может тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который в таком случае будет совмещать посты. Специалист уже согласился возглавить Наполи. Английские топ-клубы связывались с Кильяном Бапе. По данным The Times, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал и Челси выясняли, доступен ли форвард ПСЖ. В то же время, сторона футболиста интересовалась возможностью получения доли в следующем клубе футболиста в качестве части вознаграждения за подписание контракта. Отмечается, что представители Кильяна, в том числе Файза Ламари, его мать, предпринимали попытки добиться улучшения условий потенциального контракта с Реалом, одновременно изучая варианты в АПЛ. По информации того же The Times, парижане из-за ухода Мбапе сэкономят около 200 миллионов евро, которые ранее тратились на выплату зарплаты Кильяну. Советнику ПСЖ по спортивным вопросам Луишу Кампушу было поручено потратить освободившиеся финансы на построение молодой команды, способной выиграть Лигу чемпионов. Однако, по сообщению футмерката, к Кампушу проявляет интерес Реал Мадрид. По данным источника, сливичные уже проявляли интерес к функционеру два года назад. Однако, после того, как Мбапе принял решение продлить контракт с парижским клубом, Кампуш также остался в составе ПСЖ. Но после информации о том, что Мбапе покинет ПСЖ в летнее трансферное окно и перейдет в Реал, интерес мадридского клуба к Кампушу вновь появился. Советник работает в ПСЖ с 2022 года. Карим Бензима вернулся в состав Али Тихада. По информации RMC Sport, нападающий снова тренируется в общей группе саудовской команды. Ранее француз пропустил два матча подряд, так как не был включен в заявку. В последний раз Карим играл за Али Тихад почти два месяца назад, 26 декабря. 36-летний футболист пропустил сборы команды. Контракты Марио Эрмоса и Акселя Витцеля с Атлетико Мадрид действуют до конца этого сезона. В случае ухода одного или обоих игроков, Атлетико будет вынужден выйти на трансферный рынок для укрепления линии обороны. Одним из игроков, которые привлекают матрасников, является Маркос Алонсо, чей контракт с Барселоной истекает этим летом. По информации Марка, Диего Симеоне нравится универсальность футболиста и качество его действий в обороне. В текущем сезоне Алонсо провел семь матчей за Барселону во всех турнирах. Сразу четыре команды из АПЛ готовы приютить полузащитника Арсенала Эмиля Смитроу. Такими данными делится журналист Экрем Канур. Отмечается, что услугами Смитроу интересуются Эвертон, Астон Вилла, Вулверхэмптон и Кристал Пелес. Смитроу давно лишился статуса основного игрока канониров. В связи с этим он подумывает об уходе в другую команду. Сразу несколько европейских топ-клубов намерены подписать полузащитника Ювентуса Адриена Рабьо на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, в услугах игрока заинтересованы такие команды, как Бавария, Барселона, Интер, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. Представители данных клубов в ближайшее время свяжутся с агентами французского игрока для обсуждения условий контракта.